Друзья, я бы хотела, чтобы мы начали общение с Давидом Шарпом с вот этого вот коллажа. Значит, это последствия прилета в Курской и Белгородской областях России, а это Шойгу в Иране договаривается о поставках туда российских систем ПВО. Но я так понимаю, не только этих систем. Вообще, мы обсудим предстоящую атаку Ирана на Израиль, его угрозы ликвидировать Бенемина на Таньяху и то, что сейчас вооруженные силы Украины вошли на территорию Российской Федерации, Курская и Белгородской области, как говорится, скоро будут отделяться от России вновь. Давид Шарп, известный военный обозреватель. Давид, приветствую вас и очень рада вас видеть. Даша, здравствуйте, взаимно. Давид, давайте начнем. Понятно, что рейды на территорию России с утра несется информационно. В ИСУ пытались прорваться на территорию Курской области. Бойцы пограничной службы ФСБ и вооруженных сил России не допустили прорыва, сообщил Брио губернатор. Вот пока мы с вами пишем этот стрим, бои еще продолжаются. Как вы оцениваете эти действия с военной точки зрения, безусловно? Чтобы оценить всерьез и по-настоящему, конечно же, нужно знать детали мероприятия и желательно конечный итог. Я предполагаю, могу предположить, что речь идет о рейдовых действиях. То, что принято называть диверсионно-разведывательными, но в большей степени диверсионными. Если это не была предотвращена попытка проведения специальной разведки, которая почти всегда по определению подразумевает действия тайные. То есть без стрельбы, когда ради каких-то серьезных целей проникают на вражескую территорию. Если это было не что-то такое, по всей видимости, речь идет либо о попытке проведения мелкого налета и засады, либо чего-то покрупнее. К сожалению, по горячим следам говорить иногда проблематично. Но вспомним, что перед летним украинским наступлением 1923 года формирование российских граждан, действующих на стороне Украины, активно атаковали, в частности, в Белгородской области. Были даже временные захваты деревни на российской территории. Были достаточно серьезные бои, причем именно в России. И это вызвало серьезный резонанс, имело медийный эффект, имело определенный военный эффект. И как тогда было говорилось, в том числе и призвано отвлечь российские силы от основных направлений наступления. Происходит ли сегодня что-то подобное, таких масштабов пока сложно судить. Но в целом, в целом, любые действия такого рода рейдового и диверсионного, они не могут не приветствоваться, если они правильно и грамотно подготовлены. Грамотно подготовлены, это значит найдены слабые места в обороне противника. И вот тогда есть возможность нанести ему болезненный урон тактического уровня. А если этот урон окажется болезненным и если противник поймет, что есть некая системная угроза, то может произойти то самое отвлечение сил, которое всегда полезно от каких-то других направлений. Ведь если где-то взял, откуда-то взял, значит там убыло. И не зря же там что-то находилось. Поэтому это всегда польза. Посмотрим, что из этого выйдет. К сожалению, еще раз говорю, горячие следы иногда не позволяют делать даже предварительные выводы. Уважаемые аудитории, традиционно, пожалуйста, прошу вас поставить лайк этому видео. Подпишитесь на YouTube-канал Давида Шарфа. Подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал Даша Счастливая. Если вы традиционно смотрите нас в телеканале прямой, нажмите на название, там будет возможность подписаться. И напишите ваш взгляд на ситуацию в целом. Вот рейды на территории Российской Федерации. И теперь, конечно, переходим к еще одной очень важной теме. Это все, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Я предлагаю посмотреть кадры визита, в принципе, бывшего министра обороны, нынешнего секретаря Совета Безопасности Шойгу в Иран. Его уже там нет. Я так понимаю, после этого была поездка в Азербайджан. Но давайте посмотрим кадры вчерашнего дня. Давид, для чего, как вы считаете, бывший министр обороны, ныне секретарь Совета Безопасности и обороны Шойгу прилетал в Иран? Вопрос очень интересный. На миллиарды долларов вполне возможно. К этому вопросу есть дополнительные вопросы. Был ли этот визит, мне интересно, у меня пока на него ответы нет. Был ли этот визит запланирован заранее, ну, допустим, месяц, другой, третий назад. Либо это что-то срочное в связи с событиями, которые развернулись в последние дни. Если это что-то срочное, это особенно интересно. Если давно запланировано, тоже интересно, но, по крайней мере, не настолько, я бы сказал, нету в этом такой срочности. Кроме того, еще один в скобках интересен вопрос. Каков реальный сегодня реальный вес Шойгу в принятии решений в российском руководстве? Он уже не министр обороны. Он не занимает не совсем понятную должность секретаря Совета безопасности, которая вроде бы очень высокая, но есть мнение, что это иногда элемент свадебного генерала. И еще один важный момент. Его соратников, ближайших соратников и тех, кто прямо под ним находился, сегодня в России в буквальном смысле сажают направо и налево и открывают расследование. Самого его не трогают, может быть, не тронут вообще, но тоже вот такой интересный фонд. Значит, я предположу, что визит, предположу, уверенности нету, что визит был срочный в Иран. Что иранцы запросили визит, что иранцы хотят что-то получить в срочном порядке, подкрепляют в связи с именно событиями, в связи с повышенным ростом вероятности войны на Ближнем Востоке. Я имею в виду не на Ближнем Востоке, а войны с Израилем и возможным столкновением с США. Иранцы что-то хотят получить, и была в срочном порядке вызвана российская делегация высокопоставленная для того, чтобы обсудить за сколько и что можно, и что может быть полезно сторонам, а заодно, что может Иран дать, может быть, России взамен, кроме условно денег. Предположу, что решалось это, однако какие именно вопросы? Ходит сейчас много слухов и озвучиваются, на мой взгляд, от фонаря озвучивается то, что Россия могла уже довезти до Ирана, например, ракеты «Искандер», то ли баллистические, то ли крылатые, то ли те и другие. Для меня это выглядит очень сомнительным вариантом, можно, если есть в этом интерес, обсудить. В любом случае, предположу, что все же срочный визит, и речь идет о каких-то срочных поставках в преддверии чего-то важного. Вот вы знаете, на этих выходных я общалась напрямую, вот мы делали включение из Израиля, и там были известные израильские эксперты-аналитики, и в этот момент, как раз, когда мы общались, то они говорили, что сейчас в Тегеран приземляются военные самолеты, порты Российской Федерации. Это означает, что какое-то оружие в срочном порядке, российское оружие, доставляется в преддверии этого удара. И насколько я поняла, Нью-Йорк Таймс сделал аналитику, у него инсайт, что Иран запросил в России современную систему противовоздушной обороны, и Москва уже начала эти поставки, начиная с выходных. По данным издания, именно Шойго обсуждал вопрос поставок средств ООС новым президентом Ирана Масудом Физишкианом и главой вооруженных сил Мохаммедом Багири, как раз во время своего визита в Тегеран. Как вы считаете, стоит ли доверять этой информации Нью-Йорк Таймс, и почему военные борты российские приземлялись в Тегеране, начиная с выходных? Вот по поводу бортов тоже вопрос интересный. Люди об этом говорили, но это, что называют изначально, то ли был инсайт от кого-то, то ли это был слух, а далее уже все начинают повторять. Важно всегда оценивать достоверность источников. По поводу российских транспортных самолетов в Иран, ведь они летают туда более-менее регулярно, как и летают иранские. Касательно вот этих вот приземлений, о которых шла речь, кроме вопроса, собственно, были ли они, важно знать, было ли это что-то рутинное, либо в срочном порядке резко увеличилось. Если второе, выводы очевидны. Проблема в том, что мы не располагаем данными уровня разведки для того, чтобы сделать точные выводы да или нет. Но вот в этом контексте интереснее New York Times сообщение. New York Times сообщение базируется не на хороших или плохих рассуждениях автора статьи, насколько я понимаю, а на утечке информации с Пентагона, где ему и тут нет фактически сомнений в том, что он говорил со своим, автор говорил с источником. Это, согласно их правилам, вполне работает. Это не измышление. Вот тут, если источники в Пентагоне говорили, а что именно просили иранцы, что именно готовы были, может быть, доставить россияне, есть вероятность резко повышается. И борты здесь сходятся в этом плане, и, собственно, вероятность. И здесь мы приходим к системам ПВО. Кстати говоря, когда Иран нанес прошлый удар по Израилю в апреле этого года, Израиль ответил с опозданием, ответил негласно, то есть не брали на себя ответственность, ответил булавочно, уничтожив радар дивизиона ПВО, дивизиона ПВО С-300, это основной козырь иранского ПВО, хотя у них масса систем собственного производства и, вероятно, даже неплохих, скажем так, если говорить по российским меркам. Тем не менее, С-300 дальние системы, главный козырь С-300, Израиль выбил тогда ключевой момент, ключевой элемент системы, показав как бы Ирану, что вы уязвимы. Так вот, вероятно, я не исключаю, что иранцам нужна была компенсация за уничтоженный радар и еще что-то для обнаружения израильских ракет и самолетов и для попытки что-то сбивать. Другое дело, и вот это интересный момент, Россия сама сейчас несет тяжелые потери на фронте, на средствах ПВО. Их, очевидно, не хватает и самой России, как в глубине страны, так и на фронте тоже. Ракеты тоже, в определенном ракете ПВО, когда Россия каждый день почти заявляет о десятках сбитых украинских беспилотников ракетами ПВО, явно ракеты тоже не лишние, и мы часто видим российские установки ПВО, например, с одной-двумя ракетами, установленными на них вместо четырех. То есть явно признаки определенного дефицита, и это не бесконечно. Более того, есть еще один очень важный момент. Россия задерживает реализацию, это официальные данные, задерживает реализацию важнейшего для нее и коммерческого, и политического контракта Индии по поставке системы С-400, а там на пару лет, если я не ошибаюсь, контракт на пять полков, если я, не ловите меня на спаде. Так вот, они, очевидно, задерживаются. Для индийцев это важно было, но явно, что в связи с событиями на фронте, в связи с тем, что России самой нужны ракеты и нужны системы ПВО, они не могут вовремя реализовать такой контракт. И вот здесь вдруг, якобы, я пока говорю, якобы нужно срочно поставить иранцам какие-то системы, это значит оторвать от себя. Ради такого сотрудничества, которое с Ираном очень важно для России, я предполагаю, что возможны такие вещи. Системы ПВО или системы радиоэлектронной борьбы. Но тогда иранцы должны отблагодарить россиян тоже чем-то серьезным, потому что, ну, в буквальном смысле, вот эти вот рассуждения показывают, что свободных средств ПВО на поставку, даже просто за деньги, у россиян нет. И средства радиоэлектронной борьбы. Все это нужно здесь и сейчас. Так что ситуация очень интересная. Ждем инсайдов. Именно инсайдов в меньшей степени слухов. А инсайды это источники в Пентагоне, источники в израильской разведке. Там могут сказать более-менее, а иногда и совсем точно, что поставлено и было ли поставлено. Да ведь еще две интересные новости. Во-первых, сирийский диктатор Башар Асад на этих выходных срочно вылетел в Москву. Хотя только на прошлой неделе он был в Москве. И он опять срочно вылетает. И более иранский политик Ахмед Ардестани утверждает, что Тегеран уже создал собственное ядерное оружие, но об этом не сообщает публично. Давайте, может быть, свяжем два этих события. Почему, во-первых, Башар Асад срочно улетел на выходных в Москву повторно, и после этого Шойгу прилетел в Тегеран? Ваш анализ. По поводу ядерного оружия иранского, Иран довольно близок к созданию ядерного оружия. В этом сходятся все спецслужбы и, соответственно, сливы информации на данный счет. Однако Иран довольно близок с точки зрения количества накопленного обогащенного урана. Фактически он может перейти к немедля, к обогащению на 90%, и тогда, если перейдет, за считанные недели набрать количество для ядерной бомбы. Однако Иран, и тут тоже, по крайней мере, нет новой информации, относительно далек, собственно, от готовности сконструировать непосредственно взрывное ядерное устройство. То есть что значит относительно далек? Считается от года до двух. То есть для того, чтобы сделать, собственно, бомбу или боеголовку, нужен ряд шагов конструкторских и технологических, чтобы она была готова. Вот с этим, как принято считать, я не берусь уверять, Иран еще далековато, и этой черты он не переходил, в том числе опасаясь тогда и израильского, и, возможно, даже американского удара. Тем не менее, Иран, безусловно, близок. С Астадом сказать сложно. Когда человек два раза внезапно летает в Россию, это явно не по что-то, явно не по плану. Если предыдущий раз, то все понятно. Тут явно не по плану. Вполне не исключаю, что это увязано и с нынешним обострением. С нынешним обострением. Но, опять-таки, именно посетить Россию, ведь кое-какие вещи, что-то происходит подспудно. По поводу Астада я все же хотел бы сказать пару слов, это достаточно важно. Астад, клиент России, ну понятно, он в какой-то мере даже российский чемодан без ручки. Россия обмешалась в 2015 году, вынуждена была тратить на него немало ресурсов с тех пор. И сейчас вынуждена, чтобы не пропало, хоть споршивая овцы, хоть шерсть и клок. Раз вмешались в Сирии, там сидят, нужно хоть что-то с этого пойметь. Есть в Сирии конкуренция определенная между Россией и Ираном. Несмотря на сотрудничество между Ираном и Россией в целом, тем не менее она есть. Более того, Астад вынужден в какой-то мере лоббировать. Он обязан очень сильно и России, и Иранам своим выживанием. И более того, даже сейчас, так как его экономика несостоятельна, армия очень слаба, он тоже во многом им обязан, мягко говоря, чтобы его не кинули. Более того, Астад в какой-то мере может стать, вернее Сирия, разменной монетой. В случае большой войны между Израилем, Ираном и Хизбаллой или Израилем и Хизбаллой. Сирия логистический тыл Хизбаллы. Израиль в случае большой войны будет наносить по ней удары достаточно существенные. Как минимум по тем объектам, что с Хизбаллой и проиранскими силами связаны. Еще один момент. Когда 8 октября ФАМАС напал на Израиль, было ощущение, что и Хизбалла может подключиться. И начнется большая война. И, возможно, Иран тоже. Израиль для того, чтобы с целью предотвращения, скажем так, такого развития событий, на всякий случай через Францию передавал сообщение. И, возможно, через Россию тоже. Но через Францию это известно. Режиму Асада и Ирану, что в случае, если это произойдет, если Иран и проиранские силы решатся в невыгодный для Израиля момент атаковать, Израиль ударит в том числе и по самой уязвимому звену. По режиму Асада непосредственно, вплоть до его полного уничтожения. По принципу, узнайте, что вас ждет, если вы решитесь. Поэтому все там очень интересно и завязано. Но, к сожалению, Асад с Путиным нам не докладывают, что они в кулуарах договорились о чем. Опять-таки, может быть, через день, другой, третий что-то всплывет. Утечки бывают интересными. Мы это почти каждый день видим. Давид, можем ли мы, учитывая эти факты, которые мы с вами обсудили, утверждать, что Россия – это участник войны на Ближнем Востоке? Играет она сегодня на стороне Ирана? Безусловно, Россия играет в целом на стороне Ирана. Но степень участия, если подходить строго, бывает разная. Одно дело, если Россия в самом деле, опять-таки, я считаю, что вряд ли, мягко говоря, Россия поставила крылатые ракеты или баллистические ракеты Ирану, которые прилетят в Израиль непосредственно скоро. Вот если есть такое участие, это участие очень, мягко говоря, серьезное и такое высокого уровня. Системы ПВО, например, это несколько другой, гораздо меньший уровень. Но в любом случае Россия находится в Сирии. Российские средства ведут разведку из Сирии, в том числе, кстати, предупреждают сирийцев об израильских ударах, представляют определенную угрозу для Израиля, которую Израиль должен учитывать. Иди же, иди, иди знай, что от них ждать. Кстати говоря, есть практически официальная информация, такая полуполуарная, что последние месяцы россияне, находясь в Сирии, усиленно изучают, впрочем, у них было много времени, уже лет 10 изучать действия израильской авиации, в том плане, что в Украину прибыли F-16, Израиль, естественно, активно применяет F-16, и в районе сирийской границы, и наносили удары неоднократно. И что вот эти вот сведения подытоживаются, систематизируются. Хотя, если бы при правильном подходе, это все у них должно было делаться давно, но в последние месяцы это происходит особенно эффективно, вследствие ожидания противостояния уже украинскими F-16. Я не знаю, насколько это все релевантно, но они пытаются, по крайней мере. Вот вам еще один пример. И очень активное сотрудничество военно-техническое с Ираном, собственно, с начала большой войны, с начала нападения на Украину, особенно с осени 22-го года, одна сторона получает то, что ей важно, Россия, амуницию, боеприпасы, естественно, беспилотники, Иран, деньги, авиацию боевую. Вот сейчас что-то интересное, непонятно что. Друг друга они нашли, друг другу они помогают, и, безусловно, это Россия очень серьезный фактор и фактор со знаком вирус на ближнем доступе. Давид, еще, безусловно, мы не можем не обсудить, какой может быть ответ Ирана. Вообще, я вот уже на протяжении четырех дней, когда общаюсь с политологами и экспертами по Ближнему Востоку, то многие говорят, что Иран уже как-то дает заднюю, как-то пытается заметить этот вопрос, и как раз то, что он говорит, что в ответ на ликвидацию Хани, политического лидера Хамаса, необходимо ликвидировать Бениамина Натаньяху, это и есть в переводе означает то, что Иран откладывает этот удар, потому что вряд ли, наверное, Иран в ближайшей перспективе сможет ликвидировать Бениамина Натаньяху. Вот это мне в том числе говорили эксперты по Ближнему Востоку в прямом эфире. А как вы считаете, каково ваше мнение? Во-первых, важно понимать, что о попытке ликвидировать Бениамина Натаньяху не говорит верховный лидер Ирана или самые высшие официальные лица. Это в большей степени такого рода вброс. В принципе, попытка ликвидировать Бениамина Натаньяху, если мы не говорим о каких-то сложных покушениях, в принципе, в рамках удара или большой войны они могут нанести удар по резиденции премьер-министра ракетами попытаться, либо по его частному дому. Например, теоретически такое возможно. Но, в принципе, такой удар был бы, как мне видится, вероятен. Либо в ответ на то, что Израиль условно ликвидировал, а пока этого и близко нет у кого-то из высшего руководства Ирана, а не какого-нибудь члена Политбюро Хамаса. Либо идет уже большая война без ограничений. Буквально без ограничений. И тогда правила отброшены, и все пытаются делать, что хотят. Значит, это одно. Но угрозы такого рода, это угрозы не от высших лиц. Высшие лица угрожают иным образом, насколько я понимаю. Дадут ли они заднюю и насколько? Ну, во-первых, для того, чтобы можно было сделать вывод, дали заднюю, нужно было понимать, а что они изначально обещали. Изначально же ведь они тоже не говорили, что будет 500 ракет, мы ударим по тем-то, по тем-то местам. Нет, они оставляли это в тайне. Поэтому мы можем судить только по результату. Причем по результату важно два аспекта. Во-первых, что у них получится реально, а главное, что они попытаются сделать. Потому что в прошлый раз, в апреле, да, они били по нескольким израильским военным базам, даже сложно сказать, кто надо, может быть, знает, но об этом особо не говорили. По паре тройки израильских военных баз, но они нанесли супермассированный удар, какого не знала история войн. Это более 100 баллистических ракет средней дальности, еще почти сотни-две беспилотников и крылатых ракет. То есть то, что они ничего не добились, это факт. Но если бы кое-что прошло и попало бы, результат бы мог быть серьезным, и тогда бы мы совсем были бы в другом месте, как у нас принято говорить, и реакция Израиля была бы иной, и выглядело бы это еще иначе. Поэтому нужно судить по намерениям противника и в меньшей степени по результату. И нам мы можем, я могу тоже сказать, что я думаю, что да, они что-то чуть-чуть отматывают назад, но здесь важно другое. Они ударят, несомненно. Я не думаю, что они будут ждать долго. Мы уже, правда, каждый день во всех эфирах и обсуждениях говорим, либо через несколько часов, либо через несколько дней. Это утверждение, на мой взгляд, остается в силе. Иран выдерживает драматическую паузу, играет на нервах, плюс кое-какие моменты подготовки, плюс они сами колеблятся, насколько я понимаю, в том плане, на что решиться. Это ведь тоже очень и очень важно, потому что хотят они войны, это одно, а вроде бы не хотят, а если не хотят, им нужно учитывать возможную реакцию Израиля, если они попадут куда-то слишком сильно, а может быть даже если и не попадут вообще. Поэтому ситуация тонкая, практика даст ответ. Все остальное спекуляции ждать осталось не то. Давид, может ли Израиль нанести превентивный удар, о чем пишет издание «Экшес», ссылаясь на источники, и каким может быть этот превентивный удар по Ирану? Израиль может нанести превентивный удар. Во-первых, нужно различать удар превентивный по Ирану или удар по Хизбалле, потому что от Хизбаллы тоже ждут некого серьезного обострения. У Хизбаллы счет к Израилю дополнительный возник, чуть раньше, чем у Ирана, когда был ликвидирован самая высокопоставленная военная фигура в организации, правда, ликвидировал Фуат Шукар, ликвидировал он был за считанные часы, то есть с Майла Ханией, правда, там был ответ израильский на бойню на футбольном поле, когда погибло 12 детей и подростков, полторы недели назад. Так вот, у Хизбаллы потенциал нанести ущерб Израилю здесь и сейчас, как ни странно, больше из-за близости. Все многочисленные средства Хизбаллы, в том числе высокоточные, в том числе самые разноплановые, БПЛА, крылатые ракеты, противокорабельные, ПВОшные, все это, в отличие от Ирана, непосредственно израильских границ. Все это, кстати, иранское, кое-что российское, кое-что другое, но смысл в том, что с Хизбаллой гораздо более релевантен вопрос рассмотрения превентивного удара. И я считаю, что если будет целесообразно, если понимают, что вот он предстоит обстрел, и вот есть их А, Б и Ц, что мы можем ликвидировать и облегчить этот удар, да, безусловно, удар должен быть нанесен, но тут замешаны военные и политические вопросы. По Ирану тем более замешаны военные и политические вопросы. С одной стороны, сложно. Привентивный удар же ведь наносится не ради просто удара, а ради того, чтобы всерьез ослабить возможности соперника для первого удара. И здесь у Израиля есть объективные сложности, несмотря на разведку и серьезные возможности, потому что Иран очень далеко от позиции ракет. Иран огромная страна. Ее позиции, что пусковые установки мобильные находятся в разных местах, а пьют не на виду. И это не то, чтобы в реальном времени можно уничтожить массу подготовившихся к запуску пусковых установок и ослабить удар процентов на 80. Скорее всего, я бы хотел иначе, дела так не обстоят. Это очень и очень сложно. Иран учитывает возможности превентивных ударов. Его базы ракетные иногда в скалах и в пещерах, установки мобильные, их очень много, страна огромная. Поэтому превентивный удар, который почти ничего, если мы говорим о желании предотвратить заметную часть обстрела, превентивный удар должен быть таким, который предотвратит заметную часть. Если нет, то его наносить не стоит, потому что тогда особой пользы не будет, а зато противник может решиться на нечто большее, чем он решился. Другое дело, если Израиль готов начать большую войну, и тогда уже с Ираном, это другой вопрос, и тогда можно назвать это и превентивным ударом, и большой войной. То же самое касается и Хизбаллы. С Хизбаллой это более актуально и более релевантно, но когда мы говорим не о начале большой войны как цели, а именно превентивности, то всегда важно понимать, есть ли у тебя возможности нейтрализовать заметную часть возможностей противника, либо, если нет, то получается превентивности здесь особо нет, зато есть просто удар. Давид, мы с вами безусловно сразу обсуждали удар по Хани, ликвидации Хани после того, как это произошло, но когда мы с вами это обсуждали, была информация только то, что это был возможный удар ракетой по резиденции, где находился политический лидер Хамаса. Погиб он и его охранник. Но после этого появилась информация, что была заложена взрывчатка. Взрывчатка была заложена чуть ли не за год. Вот в этом здании они ждали появления Хани, и как только он появился, она была приведена в действии. И эта информация, она наталкивает на мысль, что получается в Иране либо есть спецназ МОСАДА, вы можете по-другому это назвать, либо агенты, которые сотрудничают с Израилем. А это возможно ли сами иранцы, которые против этого режима, как вам видят ситуацию? Сегодня, давайте начнем с версии. Значит, в самом деле, с New York Times, причем с ссылкой, что интересно, на источники Ирана, и в интересных спецслужбах, и другие западные серьезные СМИ сообщили, что именно было вот это самое минирование изнутри. Если это было так, это жесточайший провал. То есть худшего провала, сложный представить для службы охраны корпуса стража Исламской революции в охраняемой резиденции, где бит персоны, лидеры государств, лидеры террористических организаций, являющиеся мишенями для ликвидации. И вот в самом охраняемом месте охраняемые некуда допускают такой провал, причем завербованными. Тут почти наверняка очевидно, почти наверняка, что противнику, кто бы он ни был, либо удается проникнуть незаметными мимо охраны, что это за гранью абсурда, либо завербовать кого-то из охраны, и тогда этот кто-то вместе с противником реализует подобный замысел, что очень и очень проблематично для восточного гостеприимства, мягко говоря. Так вот, но сегодня снова, так вот эта версия, честно говоря, вот такой подход был бы самым сложным, потому что там, судя по тому, где находилось это место, и углы обстрела, что называется, как раз обстрел ракеты был бы более простым, причем ракетой, управляемой у Израиля, например, таких ракет на все дальности от несколько, от пары километров до полусотни для наземного пуска хватает, про воздушный пуск и говорить нечего. Так вот, казалось бы, напрашивался удар такой высокоточной ракеты прямо по апартаментам, если они известны. И более того, сегодня это официальная иранская версия, они утверждают, что ракета с боеголовкой 7 килограмм, то есть достаточно крупная управляемая ракета, принята их называть противотанковая, противотанковая поразила цель. Так вот, даже в этом случае все равно речь идет о провале очень серьезном. Если кто-то проникает в Иран, протаскивает туда интересные ракеты, беспрепятственно атакует с дистанции то ли пару километров, то ли пару десятков и уходит, это все равно серьезнейший провал, не говоря уже о том, что планирование и размещение таких дорогих гостей, где их могут достать вот так вот ракетой, где знают, где они живут, это тоже проблема в обеспечении безопасности, которая очевидна. Кстати, то, что Ханни останавливается в этом доме, в этой резиденции, было довольно известно. Было также довольно известно, что он может жить в неких номерах, назовем это, некого уровня условно президентского или какого-то. И вот тут подход с заминированием любопытный. Дело речь идет не о годе назад, речь идет, видимо, о месяцах назад. Если эта версия верна, подчеркиваю, минируют что-то, осуществить сложнейшую, совершенно поразительную, я обычно не люблю таких высказываний и терминов, но иначе я сказать не могу, в столь охраняемом месте операцию. Дальше, зная, что в одном из двух апартаментов, он либо сейчас, либо через 4 месяца, но появится, взрывное устройство просто ждет своего часа. А так как резиденция очень охраняема, по всей видимости считается, я предположу, самими иранцами, что в самом апартаменте не надо ничего искать, туда не могут ничего нехорошего доставить. И поэтому, видимо, кроме рутинной уборки, ничего там не происходит, а спрятать так, чтобы не нашла уборщица, ну, видимо, можно, даже в каком-то номере. И вот мы приходим к выводу, что бы там ни было, очевидно, что на самом деле на протяжении более чем 10 лет последних в Иране происходило немало диверсий и немало ликвидаций важных фигур. В большей степени фигуры имели отношение к иранской ядерной программе, включая не так давно был ликвидирован, собственно, глава иранской военной составляющей ядерной программы, господин Фахризаде, которого убили очень интересным способом. Пулемет, установленный на пикапе крупнокалибрный, был задействован дистанционно, то есть без людей, ждали, знали, что он проедет на своей колонне, и когда он проезжал, пустой пулемет, стоящий в кузове пикапа, расстрелял его автомобиль, а задействован пулемет был отнюдь не из деревни соседней, в 100 метрах от места событий, а, говорят, из дальней штаб-квартиры. То есть сам по себе, сама по себе ликвидация говорила и о возможностях технических, того, кто это сделал, и, конечно же, об агентуре, потому что доставить такой пулемет куда надо, собрать, поставить на месте всю эту систему, это без верных людей, что называется, не обходится. Была знаменитая операция МОСАД, об этом сообщалось, по краже иранского ядерного архива из Тегерана. Архива был украден МОСАДом, это операция, которая официально взяли на себя ответственность. Я веду к тому, что израильская агентура действует разного типа, действует в Иране активно, раз за разом ставя иранские власти в неловкое положение. Более того, там уже дошло до того, что разного рода аварии, пожары, ДТП, которые к Израилю не имеют отношения, автоматом начинают, обсуждая в соцсетях, сваливать на МОСАД. И это, кстати, играет в какой-то мере на пользу, потому что, ну, говорит о том, что такой наводит страх, что называется. Но это известный симптом Ближнего Востока. Здесь обвиняли не раз МОСАД в самых разных странных грехах и в том, что заражали палестинцев венерическими заболеваниями через какие-то презервативы, розданные людям. И то, что акулы дрессированные охотились за туристами, это не шучу. Это высокопоставленный египетский чиновник в свое время заявлял, что в Шарма-Шейхе дрессированная МОСАДом акула атаковала туристов, чтобы ударить по индустрии туризма египетской. Так что здесь воображение очень буйное и много чего заявляют. Иногда это даже на пользу, когда вот такими всемогущими тебя выставляют, что на самом деле не так. Что на самом деле не так. В общем, агентура в Иране действует, несомненно. Что, что произошло с Ханией, если считать, что это дело рук Израиля, так или иначе к ней имело отношение. И Ирана, у иранских властей это вызывает особое бешеное. Да, вот вы это все сказали, я хотела сказать привет кремлевской пропаганде. Там, в принципе, то же самое все рассказывается, только еще более зашрем. Да, и сейчас, кстати, в Израиле происходят огромные, огромные чистки, проверки военной разведки, сотрудников КСИР, и, конечно же, спецслужб. Насколько мы понимаем, это действительно провал, который вы только что фундаментально, в принципе, описали. Уважаемая аудитория, традиционно просим вас поставить лайк этому видео, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, подпишитесь на YouTube-канал Давида Шарпа, подпишитесь на мой YouTube-канал, Давид Шарп, известный военный обозреватель израильский. Благодарю вас за этот блестящий анализ, за то, что мы традиционно с вами каждую неделю встречаемся и обсуждаем актуальные события. Даша, благодарю, и хочу пожелать хороших новостей и локально спокойного, спокойного дня всем нашим зрителям. Спасибо вам большое. Спасибо.